добрый день тема сегодняшнего занятия это динамика твердого тела в отличие от динамики материальной точки в которой тело мы рассматривали в виде точки и пренебрегали размерами тела по сравнению с параметрами его движения то есть по сравнению с перемещением в случае динамики твердого тела необходимо учитывать сравнительные размеры между твердым телом и перемещением это приводит к тому что необходимо учитывать повороты тела и рассматривать наряду с поступательным движением еще и вращательное движение тела относительно каких-то оси но в частности каких-то оси проходящих через центр масс например и так введем понятие центра масс пусть имеется система материальных точек системы материальных точек которые определяются положениями радиус вектор р и т тогда центр масс рц определяется как сумма р и т на м и т делить на сумму м и т и это индекс пробегающий пробегающий номера всех материальных точек в данной системе если мы вот это выражение продифференцируем по времени то из него получится следующее соотношение rc значит считаем что масса материальных точек не меняется дифференцируем по времени тогда получается что скорость центра масс равна сумме r сумме в и тах на м и т делить на сумму м и т но и точно также можно проделать дифференцирование второй раз получить ускорение а c которое будет равно сумме а и тах м и т делиться на сумму таким образом точка которая имеет координаты rc радиус определяется радиус вектором rc имеет следующую скорость и следующие ускорение если мы домножим вот это например второе выражение на сумму м и т то из него мы получим что сумма м и т в и т равно прошу прощения это ли правая часть да она будет равна в c в ц умножить на сумму м и тах на сумму м и тах суммирование берется по всем точкам в левой части стоят импульсы всех материальных точек входящих в данную систему это значит что это у нас сумма п и тах равна сумма м и тах это масса суммарная м на скорость центра масс то есть суммарный импульс суммарный импульс материальных точек равен произведению суммарной массы на скорость центра масс и это можно назвать импульсом всей этой системы если мы рассмотрим силы действующие на данную систему материальных точек силы действующие на данную систему материальных точек можно представить в виде суммы двух составляющих первая составляющая f суммарная она состоит из f внешних сил действующих на эту систему плюс я обозначу f маленькая это силы действующие внутренние с внутренние силы то есть те силы которые с которыми каждый одна материальная точка действует на другую и это можно записать для каждой из материальных точек то есть это верно для любой материальной точки с индексом и если мы просуммируем все силы то сумма всех сил уже без индекса и даст нам сумма f суммарная и даст нам просто сумму ф и т ф и т где сумма ф и т это сумма всех внешних сил действующих на данную систему материальных точек внешняя сила внешняя сила ф и т это маленькая внешние силы останутся а сумма всех внутренних сил то есть сил взаимодействия между элементами этой системы суммы ф и т и т даст нам 0 поскольку по третьему закону ньютона сила с которой одна материальная точка действует на вторую это можно обозначить вот так вот и т житая давайте так вот а это f житая это по третьему закону ньютона по третьему закону ньютона сила со стороны и т точки со стороны житой точки на эту точку и сила со стороны и т точки на житую точку равны по модулю и противоположны по направлению то есть они уравновешивают друг друга и дает в сумме 0 то есть сумма вот этих вот будет давать нам 0 ну и теперь запишем второй закон ньютона можем его записать например через импульс для данной системы материальных точек сумма сумма всех сил должна быть равна изменению импульса за какое-то время т то есть это будет равно да мы можем записать для каждой этой точки здесь будет будет d p и т и т d и т это для этой точки второй закон ньютона а если мы просуммируем найдем сумму по всем и то здесь у нас в числителе будет сумма по и т их будет d по д т от суммы по и т их сумма по и т их а сумма по и тах это м на в центром ас или импульс суммарный равно д п по д т ну сумму всех сил внешних можно обозначать буквой f большое просто внешняя сила суммарная или результирующая сила и этот закон будет иметь вид вполне привычный сумма всех сил то есть результирующая сила действующая на систему равна dp по д т ну и учитывая что массы материальных точек не меняются количество материальных точек тоже остается в системе постоянным считая то импульс может быть расписан как произведение массы на скорость массу можно будет вынести за знак производной и останется dvpd или же f результирующая равно произведению суммарной массы на ускорение центра масс dvcpd это ускорение центра масс Love таким образом для центра масс системы материальных точек можно написать второй закон Ньютона и под действием внешних сил центр масс будет двигаться так же как если бы двигались центр масс системы будет двигаться так же как если бы двигалась просто материальная точка с суммарной массой системы под действием этой внешней силы. Вот простой, достаточно хороший результат. Теперь рассмотрим, как еще можно описать более подробно данную систему. Если у нас тело является сплошным, то вот это выражение для центра масс переходит в сумму, но только для сплошного тела. Всю массу можно разбить на маленькие кусочки. Кусочки массы dm. И сумма, вот здесь вот, будет сумма по всем кусочкам массы dm. Кусочкам массы dm. А она нам даст интеграл. Интеграл. Поэтому выражение для центра масс будет равно равно интегралу от r dm делить на интеграл от dm. Интеграл здесь берется по всей массе. По всем элементарным кусочкам масс. dm здесь в системе координат какое-то r. Аналогичные интегралы можно написать и в этих двух последующих выражениях. Теперь давайте рассмотрим вращательное движение твёрдого тела. Давайте рассмотрим в твёрдый метод. Давайте рассмотрим в твёрдый метод и 상 어떻게 Armenian смもし важ ly